Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Все в ваших руках, мои дорогие. Все, что происходит с вами сегодня, притянули вы сами, своими мыслями, чувствами и действиями вчера. Долго у меня взяло, чтобы действительно понять, что это таки так. Так, я долго противостояла этому, долго не могла понять, каким же это образом. Ну вот каким образом, я вам хочу сказать, до сегодняшнего дня не могу понять. Но с другой стороны, мы никогда не думаем, как работает ток, когда мы включаем свет. Нет, мы никогда не думаем о том, что же происходит в двигателе и в трансмиссии, когда мы поворачиваем ключ зажигания в своем автомобиле. Правильно? Вот таким же образом, да, мы не всегда анализируем, как это работает, но понимаем, что оно работает. Так же и с законами Вселенной. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю, стихия вода, знаки зодиака, раки, скорпионы и рыбы. Мои чувствительные и мои гибкие. А нет, раки не всегда. Гибкие раки более упертые. И, конечно, помните, мы редко бываем чисто один знак. Есть акциндент, который влияет на наш характер, на наше восприятие мира и, соответственно, на то, что с нами происходит. Поэтому я всегда говорю, смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акциндента. Ну а также в конце видео карты на исполнение желаний, которые иногда дают еще очень конструктивные советы. Ну что, сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. Ну и, конечно, улыбнитесь. Помните, чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам жизнь Вселенная, высшие силы, Господь. Для каждого из вас это что-то свое. То, во что вы верите, работает для вас. Ну что, по одной карте, как всегда, на каждый знак зодиака и общий совет для стихии. Начинаем с знака зодиака рак и смотрим. Ну что, мои дорогие, неделя планирования, неделя, в которую результат не будет к вам приходить. Это будет вас немножко удручать, потому что вы будете стремиться к скорейшему результату. Тут карта говорит о том, что не спешите в ближайшую неделю. Ваша спешка ничем не закончится. Все равно, все, что вы хотите получить, все, что вы хотите достичь, возьмет определенное время. И ближайшая неделя – это не неделя результатов, а неделя именно движения. Это может касаться работы, карьеры, бизнеса. Это может касаться отношений, в которых, вы знаете, вот тут я вижу, для некоторых из вас, вы не совсем в партнере или партнерше, можете увидеть то, чего, что вы хотели бы взять с собой в будущее. Ну и, конечно, продолжать, не продолжать, продолжать приближение, сближение, а может быть и прекратить отношения, а может быть наоборот, как бы больше двигаться в сторону сближения – это, конечно же, только ваш выбор. В любом случае, вот результат того, чего вы хотите, будет немножко позже. В ближайшую неделю больших изменений я не вижу ни в чем. Для изменений все-таки надо побольше ваших действий. Меньше статичности, больше действий. И, конечно, вот знаете, как я говорю, вода камень точит. Целенаправленно концентрироваться на результате и каждый день делать шаги к этому результату. Это могут быть как отношения, развитие бизнеса, рабочие проекты, здоровье. Именно ваша концентрация по этой карте поможет вам двигаться. И меньше ожиданий, больше вложений. Вот так я вижу для вас в ближайшую неделю. Скорпионы, мои дорогие, у вас очень много придет новостей в ближайшую неделю. Много будет перемен, много будет двигаться. Вам не всегда будет даже легко лавировать между событиями и ситуациями, которые будут происходить в ближайшую неделю. И что я могу сказать? Больше уверенности в себе, говорит эта карта. Даже в авраловых ситуациях, знаете, если ляпать, то с уверенностью. Я никогда не забуду, эта фраза вошла, я говорю, в наш лексикон. Это из фильма «Москва слезам не верит», когда две героини готовились к встрече гостей. И одна Алентова сказала Муравьевой, что я буду молчать, потому что вдруг я что-то ляпну. И вот этот ответ, если ляпать, то с уверенностью, это прекрасное раскрытие того, что вам было бы здорово, сделать в ближайшую неделю. Ни в коем случае не расстраивайтесь, если что-то пойдет не по плану. Все-таки вот тут я могу сказать, что у Вселенной свой план на развитие вашей ситуации, на ваше достижение. не привязывайтесь к определенному сценарию движения вперед, не привязывайтесь к определенному сценарию того, что будет происходить в ближайшую неделю. «Отдайтесь Вселенной». «Отдайтесь Вселенной». Вот тут я могу сказать, доверьте. Вот поставьте свою цель, задайте свой вопрос, загадайте свое желание, если даже так, вот если даже с этой точки посмотреть. Но это можно не на таком пафосном уровне, как я вот, когда я говорю эти слова, вот у меня в голове пафос. А тут я могу сказать, что вот на бытовом уровне поймите, что не всегда ваши планы будут воплощены именно тем путем, каким вы ожидаете. Поэтому любые повороты, любые, вот знаете, как схождения с той дистанции сценария не принимайте как провал. Просто примите это как очередной вираж, как очередной поворот, который только приближает вас к вашей цели. Быстро. Тут получается, что вот из-за того, что будут не те сценарии, которые вы ожидаете, вам надо будет быстро перестраиваться и уже действовать немножко по-другому. Вот это будет вашим челленджем в ближайшую неделю. Быстрая перестройка под события. И только ваше восприятие и ваше принятие того, что сценарий не ваш, вам поможет. Ну и смотрим рыбок. Что же у рыбок в ближайшую неделю самое важное? Ну, а здесь могу сказать, самое важное для вас не отчаиваться, не поддаваться негативным мыслям, не поддаваться негативным эмоциям. Рыбки очень эмоциональны. Рыбки очень часто всё принимают на свой счёт. И тут я вижу ситуации, в которых замечания других, события, которые будут связаны с другими людьми, будут вас расстраивать. И вы будете почему-то принимать это на свой счёт и очень переживать за это. Никогда надо стараться не переживать за то, что сказали другие люди, то, как поступили другие люди. даже если это что-то очень негативное. Оставьте этот негатив тем же людям. Оставьте всё, что вам не подходит тем людям, которые это попытались вам вручить. Вручить я имела в виду в виде сарказма. По той простой причине, что ваше восприятие очень сильно будет влиять на ваш эмоциональный фон в ближайшую неделю. Поэтому может быть было бы здорово быть готовым к атакам со стороны других людей. И опять же я не говорю, что люди хорошие или плохие. Нет хороших или плохих людей. Есть ваше восприятие людей, которые вокруг вас. И если у вас априори отношение к человеку с опаской, с недоверием, может быть даже с какой-то, с каким-то раздражением или обидой за прошлые опыты, то соответственно вы и притянете больше этого. Было бы здорово вот в случае с рыбками отпустить все прошлое и понять, что то, если человек вам в общении не подходит, уж лучше совсем с человеком не общаться или минимализировать это общение. Поверьте, в конечном итоге получите пользу и вы, и этот человек. Вы не можете изменить мнение другого человека о вас. Вы можете только изменить свое мнение о себе и об этом человеке. Подумайте, надо ли вам вся эта работа по изменению. Если нет, то просто отпустите человека, отпустите ситуацию. Если ситуация вам не нравится, то все-таки постарайтесь найти в этой ситуации позитивные нотки и концентрируйтесь только на них. И тогда вы сможете избежать разочарования, отчаяния и вот этого состояния подавленности и депрессии. Оно вам абсолютно не нужно. По-любому вот все, что будет происходить, притянули только вы. Что-то было вами, на чем-то, не что-то было, на чем-то вы сконцентрировались в прошлом, что вам не нравится, вот оно, к сожалению, и может произойти. Смените тактику, смените ваш фокус внимания и не важно, чего это касается. Это может касаться работы, карьеры, бизнеса, это может касаться отношений, это может касаться здоровья. Все равно, что бы ни происходило, меняйте фокус внимания и поймите, а если это какая-то ссора или какой-то разрыв, что здесь я вижу более ярко, выбор конечно ваш, но все-таки было бы здорово отпустить человека с миром и понаблюдать со стороны. Вы знаете, иногда разрыв очень хорошо помогает понять, что, как относится к вам человек или как вы относитесь к человеку. плохо. часто, когда происходит этот разрыв, страшно переживают люди, а проходит совсем небольшое количество времени, иногда минимальное, и человек обретает крылья и понимает, что он или она освободились. И я опять повторяю, это не значит, что человек, с которым это произошло, плох. плохой. Это может быть, что вам просто не по пути, и вселенная освободила вас от чего-то, что вам мешало. И это касается, я же говорю, любой сферы жизни. Вот то, что я увидела. Ну и давайте общий совет для стихии. Ну а общий совет для стихии. Подумайте о хорошем. Увидьте в своей жизни, что у вас уже есть хорошее, что солнце светит, что цветы цветут. Это карта солнца. И если взять ее как совет, это что ваша жизнь по большому счету прекрасна. Главное откройте глаза и увидьте. это вот такая интересная неделя у стихии вода. Ну а сейчас загадывайте желания и мы посмотрим, что же с ними произойдет с вашими желаниями. Ну и конечно очень часто карты я уже говорила дают совет продолжение позиции. Ну что для раков смотрим предвкушайте. Вот тут точно то что я увидела концентрируйтесь на цели концентрируйтесь на конечном результате и двигайтесь к этому результату. Да это в пределах недели но ведь достижение это каждый день движения и тут я это ярко увидела. Скорпиончики давайте посмотрим. Вот тут я могу сказать восстановление то что я вам сказала насчет уверенности в себе гибкости и движению по течению вариантов. Вот я люблю это выражение потому что у вселенной огромное количество вариантов которыми вы можете двигаться по жизни гармонично для вас и тут именно ваша уверенность в себе ваше доверие себе и миру соответственно восстановление вашей энергетики поможет исполниться вашему желанию. Рыбы смотрим у вас да действительно идет такая противоречивая неделя надеюсь при помощи моих советов вы сможете избежать именно расстройств раздражений и скандалов даже давайте посмотрим что же для вас ну вот для вас сейчас не время вот вам надо изменить свое отношение к тому что происходит в вашей жизни и тогда вы приблизите себя к исполнению любых даже самых невероятных желаний кстати почему еще сейчас не время многие из тех кто вот из того что я увидела у многих все-таки произошли какие-то ситуации разрыва вот и для того чтобы вы могли адекватно понять что чего же вы все-таки хотите понять что ваши желания должны касаться только вас и ни в коем случае не других людей потому что изменить жизнь другого человека ну мы все-таки это не экологично ваши желания должны быть экологичны подумайте об этом и конечно же потом опять можете уже загадывать ваши желания с другой формулировкой чтобы они касались только вас вот такая неделя у стихии вода ну а я желаю вам счастья здоровья успехов удачи любви благосостояния мира всего самого самого лучшего подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали нажимайте на колокольчик для того чтобы не пропускать мои каждодневные советы ставьте лайк это ваша благодарность за мой труд и она помогает продвигать мои видео в ютубе ну а также благодарна буду если будете делиться моими видео с родными близкими знакомыми друзьями это поможет мне осчастливить еще больше людей с вами была Женя люблю вас мои дорогие пока пока